Доброго дня, мои дорогие любители Дэнджей! Добро пожаловать на новое видео! Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как правильно ходить и убивать, да вообще в принципе как сходить и попробовать даже подраться банально с Виндиго. Виндиго это босс из красного портала. Хотел бы я сказать, что из Инферно, как и в Даркере, но так или иначе, это не совсем так. Здесь красный портал это что-то типа Междумирия, как по мне. Как будто осколки разных миров, разных локаций сотканы во что-то одно общее. Итого, я расскажу вам эту историю немножко сначала. К сожалению, на запись первые фраги не попали, которые вы могли увидеть, но anyway, мы стартанули откуда стартанули. Для начала мы решили с некитом зачистить весь сервер, чтобы нам точно никто не мешал. Благо, в нашем сетапе проблем с этим не должно было быть. А именно наш сетап был это ДК, которого отыгрывал некит, и я в лице с вордмастера. Как мы проверили, это одна из самых таких бомбовых историй лично для нас. Окей, мы пошли чистить сервер. С Купикот можно пополнять баланс в Steam где угодно. В душе. На свидании. Пополняю твой баланс в Steam через Купикот. Или просто чело на стриме. Вышла новая игра, но у меня же нет денег на Steam. Нужно срочно пополнить баланс Steam через Купикот. При этом на Купикот самая низкая комиссия в этой солнечной системе. А также можно покупать игры, которые недоступны в РФ на свой ру-аккаунт. И для этого даже не нужно создавать новый аккаунт. А все, что нужно, это указать свой логин. Что значит, что все ваши данные будут в безопасности. А для зарегистрировавшихся пользователей, теперь действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. И также можно пополнять аккаунты Казахстана. Купикот это больше, чем сервис пополнения. Купикот это игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити. А также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. А самое главное, что по моему промокоду НОСОК, вы получите скидку на пополнение счета в Steam на 2%. Или на покупку игры через гифт на сумму 10%. Ссылка в комментариях и описание к ролику. Вон дверь открытая. Вон она открылась дверь. Кто там? Пантера? Пантера. Съел. Отлично. Иду. Никит, отходи. Съел. Хорош. Клёбок, клёбок, я тебя съем. Как тяжело впитывать нахуй. Брозов. Как она твоя жизнь, молодая? Клёбок, в прошлой катке я всех убивал, но в этой катке ты, блядь. И теперь, чтобы уйти в красный портал, нам надо дождаться, либо когда он появится на карте, либо когда на карте, где значок с красным порталом, откроются ворота. В них могут зайти все желающие, как мы поняли, потому что раньше она исчезала, только на одного было, теперь нет. Следовательно, так как мы остались последними, мы переместились в красный портал. Отлично. Здесь очень много мини-боссов. Буквально в каждой комнате, на самом деле. Ну, фактически в каждой комнате. Благо, мы здесь спаунимся постоянно. И мы сразу же побежали на босса. Мейм-локация теперь будет появляться. Мне не нравится здесь появляться. Ну, типа да, мне тоже не очень. Да, опять же, вот с другой стороны, типа сейчас, ну, можно на похуй зайти, забрать босса, потом портал найти. Ну, я думаю, да. Бл***ь, мы камни ни один не взяли, как обычно. Ебать. Чистый урон. Мейкер, чистый урон, он тикает. Бл***ь, и зона пока, оно непонятно подойдет абсолютно, но вроде к нам. Да, мы его запиздим быстро. Итого, начнем с небольшого напутствия. Что важно, этот босс очень, на самом деле, простой. Если вы особенно играли в Dark and Darker и убивали боссов там, то убить его здесь, в принципе, ну, не предоставит вам каких-то сложностей, понимаете? В чем основная суть? Самая противная часть, которая есть, это тотемы. Тотемы могут кидаться льдом, что будет вас затормаживать и не будет давать вам нормально двигаться. Тотемы могут самонить животных, что вы видите на экране. Тотемы могут плеваться огнем. Тотемы могут плеваться лужи льда, которая точно так же вам будет мешать ходить в определенном радиусе. Поэтому я считаю, что их так или иначе нужно убивать. Убивать все не обязательно. Босса можно отвести ближе к углу, где он вам не будет мешать, основные там, тотемы из центра. Поэтому спокойно забирайте те тотемы, на которых самонятся животные. Это необходимо, так как урон от оружия вы им не наносите. И убить их можно только таким образом. Окей, по самому боссу. То, что вы видите сейчас, называется плевки льдом, так называемые. От них надо просто уходить ему за спину. Параллельно этому он самонит молнии. Когда он их самонит, у него в руках появляется молния. Я думаю, вы могли сейчас обратить на это внимание. В такой ситуации вам просто надо бегать, как угорелый, чтобы не откиснуть от них. Сидеть и хилиться нельзя. Особенно в инвизе, как на Свордмастере, если присесть, или на Друиде, если присесть и уйти в инвиз. Потому что молнии не щадят никого. Они вас точно достанут. Будьте постоянно в движении, пейте банки. И вот такой файт у нас получился. Отошел. Быстро тотем еще один доедай, последний. Все. Теперь посвободнее как-то будет. О, ебать. Я ломаю этот темп. Да-да-да-да. Я пока фото убидываю. Отходи. Вот эту хуйню дай лучше не танчить. Я просто реально не знаю, на что она способна. Ломаю. Ага, я ломаю снова тотем. Давай, я тоже иду к потену. Я не могу. Он его уйдал, бил, но я в замедле был, я понимаю, я тоже умер Он за тобой идет Я понимаю, я хочу к тебе половину хопа отхилить Я знаю, что надо сделать, какой-то там самый крайний У этих двое уже А я буду ходить вообще? Я не могу двинуться, игра мне ни шага не надо делать Отлично Я не могу просто ходить, я просто не двигаюсь Ты замедлен, ты замедлен Да я вообще, я не то, что замедлен, я просто двигаться, блядь, не могу У тебя тройное замедление, оно слишком жесткое, некер Все, пошел Фу, блядь, слава богу, на афы Оно стакается за метло у него Че думаешь, почему я умер, блядь? Выводи его к себе Хотя даже кинуть в него банку, если послать, он должен сагриться Да иди нахуй Опять-то со своими оленями ебанами Ну конечно, блядь Замедление, блядь Замедление, нахуй Замедление, блядь Тупорлое говно А ты меч не можешь использовать, пока у тебя клинков нету? Почему? Это зло Да я понимаю, понимаю, понимаю Там просто лед, понимаешь? Я тут самая залупа Я не могу туда подойти, чтобы, блядь, убрать тотем Потому что там еда Поля, она кончилась Да я вижу Это тотем, это тотем Вот этот вот, прямо нет, другу Я его убил Все, 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 все И вот уже после убийства босса вам открывается сокровищница, в которой довольно много сундуков, но в обычке вряд ли вы найдете там что-то достойное, вкусное Потому что, да хрен его знает, потому что лут подкрутили Мы, признаться, до этого бегали к боссу в плейтесте и тогда из него падали легендарки Сейчас из него легендарок я не вижу И, насколько я понимаю, и посмотрел других коллег из СНГ и западных коллег Все жалуются на то, что легендарки крайне редки А потому, ребят, фиолка это лучшее, на что вы можете рассчитывать, выбив из босса Опять же, есть ли смысл тогда ходить сюда и выбивать их? Ну, разве что сходить убить для личного опыта, попробовать В ином случае я бы брал друзей, бежал бы быстро на циклопа Затыкивал его за полторы-две минуты И со спокойной душой бы брал свою синьку фиолку и выходил бы дальше Ну, как будто бы это быстрее в плане фарма Здесь, ну, разве что экспириенс какой-то новый попробовать для себя, как я и сказал Надеюсь, вам чуть-чуть стало понятнее, как это все работает Вы посмотрели, как уклоняться от этих атак Надеюсь, будет интересно Надеюсь, было интересно И надеюсь, вы это попробуете сами Обязательно подпишись, поставь лайк под это видео Напиши комментарий, ходил к боссу ты, не ходил И приходи на стримы обязательно Для чего я стараюсь Пока-пока Субтитры читал DimaTorzok Продолжение следует...